Если коротко рассказать про этот случай, то все выглядит вот таким образом. Еще в начале спецоперации, когда начали закрываться многие страны, я на всякий случай купил поездку в Сочи. Потом, немного позже, подумал и решил еще купить на неделю в Великобританию. То есть немного разбавить поездку в Сочи. И купил эту поездку. Буквально вчера, прилетев в аэропорт Домодедово, я подошел к сотруднику на границе, подал свои документы. Сотрудник долго рассматривал, потом куда-то звонил. Потом вежливо, довольно вежливо пригласил меня пройти в какую-то тайную комнату. Это я шучу, конечно. В этой комнате прихожей я подождал его, когда он что-то там оформлял. Потом он вышел и мне объявил, что моя поездка не состоится. По причине того, что судебные приставы наложили на меня какой-то запрет на выезд за границу. Странно, подумал я. Потому что ничего такого не было. И до этого я просматривал госуслуги, где не было никаких штрафов и никаких пений и так далее. Я сказал об этом сотруднику. Он сказал, госуслуги мне не указ. Вот у меня есть постановление какое-то. Я действую на основании его. Тогда я вспомнил, что еще в прошлом году была ситуация. Но эта ситуация, насколько я помню, разрешилась таким образом, что моего ИП удержали дважды, не то что один раз, а дважды эту сумму. И, по-моему, до сих пор еще не вернули. И вот у меня было ощущение, что, возможно, что именно этот случай привел к таким действиям сотрудника пограничной службы России. Пока сидел я там, я обратил внимание, что довольно многих туда задерживают. И с ними там проводят беседу. И кому-то выдают вот такие вот постановления, кого-то отпускают. Были два молодых парня из Сочи. Я спросил, у вас-то за что? Он говорит, вот пограничник спросил, любите ли вы Россию? Где лучше, в России? Либо на Западе жить? Ну, они говорят, мы не растерялись, стопили, что Россию любим и уважаем, чтим президента Путина как отца родного. Но их пропустили, они еще до призывного возраста. Потом я пообщался со своим юристом. И он выяснил, что никакого юридического права накладывать какой-то запрет на мой выезд за границу, служба судебных приставов не имела. И он сказал, что придется подавать суд для того, чтобы компенсировать билеты, гостиницу, ну и другие какие-то там издержки несостоявшейся поездки. Потому что пограничник, который мне выдавал эту бумагу, сказал, если даже вы сегодня снимете запрет на выезд через наши вот эти вот препоны, то к нам это, ну скажем, снятие, или как правильно, попадет только через две недели. Примерно через две недели. Поэтому, предупредил, что поэтому покупать какие-то билеты и пытаться завтра улететь я вам не рекомендую. Ну, примерно так.